День радио 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 к тому, чтобы его слушать. Оно как-то изменилось за это время, как ты считаешь? Отчасти можно сказать да, потому что даже в рязанском диапазоне радиостанций становится больше, приходят новые какие-то радиостанции в наш город с новыми форматами, с новыми какими-то идеями, какие-то уходят. Отчасти да. Что неизменно, и под чем я готова подписаться собственным именем, потому что я это наблюдаю постоянно, а магия радио, она никуда не исчезнет. Магия радио заключается в том, что там сидит человек, и он несет энергетику, определенный заряд, и он с тобой разговаривает, и когда ты едешь за рулем, или когда ты просто где-то слушаешь радио, ты чувствуешь эту энергию. Мы недавно разговаривали с очень хорошим другом, я приводила, наверное, какие-то сравнения, химус был достаточно глубокая дискуссия на тему, и мы сняли, Оль, ну, блин, в хорошей музыке я могу включить, я могу диск включить. Я говорю, ну, у тебя наверняка дома, на DVD-дисках, ну, или на флешках сейчас, или где-то в памяти компьютера, есть твои любимые фильмы. Ну, согласись, включить телевизор, и вместе со всей страной, с рекламой, со всеми вот этими вещами посмотреть, это же другое слое. Блин, ну, вот да. Я говорю, ты же можешь включить диск, сесть в любое удобное для тебя время, в любом удобном для тебя положении, посмотреть то же самое без рекламы, без каких-либо перерывов, надрывов, там и тому подобное. Сразу же это ощущение. Да, блин, ну, не то. Вот когда это показывают по телевизору, это какая-то другая магия. И здесь уже самое срадио. То есть можно включить CD-диск, можно слушать просто какие-то музыкальные часы, да. Ну, хорошо, ладно, допустим, в плеере ты знаешь какие-то примерные песни придут играть. На разу там что-то неожиданное, что-то новенькое. Но эффект того, что вот этот контакт голоса ведущего именно с тобой в этот момент, где бы ты ни находился, это определенная магия. Но по сути это даже спасение от одиночества. А так и было. Мы когда в свое время, в начале моей карьеры, работали в прямом эфире, тогда к радио было немного другое отношение. Было больше звонящих в прямой эфир. Были фанаты. Были фанаты радио, да. И для них это, да, было отчасти спасением от одиночества. И они звонили, они общались. И были моменты какого-то флирта, влюблялись в ведущих, да, совсем не представляя, как они выглядят. Сегодня, на сегодняшний момент, можно, если раньше нельзя было подсмотреть, что происходит на радио, да, сегодня есть камеры, можно посмотреть, что происходит в студии. А, кстати, какое-то волшебство немножечко пропало. Но раньше даже была интрига, то, что никто не знал, как выглядит радио. Да, ну, да. То есть ты представляешь человека, да, рисуешь, как ты вот там, что, в общем, вообще, наверное, никогда не соответствовало действительности. Ты никогда не соответствовала. У тебя были все такие моменты. Конечно. Когда кто-то тебя встречал и говорил, да ладно. Наоборот. Ну, не лишь я встречал. Мне просто звонили и говорили, Ольга, я хочу с вами познакомиться. Вы мне очень нравитесь. Я говорю, отлично. А как я по-вашему выгляжу? Так я говорю, ну, вы точно. Мне будет 21 год. Ну, вы точно высокая блондинка, и вам лет 28. Я говорю, ну, вы почти в точку. Поним? Судя по голосу, вы высокая блондинка. Я полутораметровая бронетка, да, всю жизнь была. Это, говорю, ну, да, почти все так и есть. Я представляю, какой был бы шок. И действительно диссонанс между голосом и потом внешним видом, он всегда очень такой серьезный. Это уже впоследствии, когда ведущий появляется там, здесь, там, ну, как-то начинают ассоциировать его с его голосом. А если ведущим нигде не видно, лицом он нигде не работает, да, то, соответственно, это бесконечно... Я могу привести, например, всех своих коллег. Вот любого возьми из моих коллег. Все думают, что человек выглядит так, на самом деле он выглядит так. Ну, и у меня даже, как у слушателей, да, я могу там подумать, вот, как выглядит этот ведущий. Посмотреть и в итоге удивиться, что совершенно не всех продали. Поэтому, ну, да, есть такой эффект. А вот скажи, что, может быть, самое сложное в работе на радио для тебя всегда было? Ну, вот, например, да, все мы люди, всех у нас происходят какие-то вещи в жизни, там, да, к сожалению, не всегда хорошие. Вот у тебя плохое настроение, а у тебя прямой эфир. Как это? Для меня радиоэстро был всегда спасением в этом отношении. Ты немного отключаешься, когда вступает определенный уровень ответственности, когда у тебя включен микрофон. Настраивается голос, ты начинаешь по-другому говорить, ты используешь интонации. И это, ну, как-то заставляет тебя меньше думать о том, что происходит мне всего. Для меня это было спасением. Всегда. Ну, наверное, я фанатик своей работы. Это правда. Сейчас как будет, я думаю, что... Ну, вот я сейчас уже предвкушаю какие-то вот потенциально возможные надвигающиеся моменты, и я чувствую этот драйв внутри. Я чувствую... То есть я не замечаю того, что 11 лет спустя, мне кажется, что я снова там, в том же состоянии, в том же ощущении. Поэтому, ну, да, это тяжело. Тяжело, когда у тебя нет настроения, а тебе нужно нести хорошее настроение. И многие радиоведущие, которых учат, у нас есть такая школа в Рязани, не в смысле профессиональное какое-то заведение, да, а вот передают там директора, своих подопечин, когда людей заставляют с помощью голоса бодриться. Но те, кто работают давно в радиоведении, прекрасно знают, что задранные, задранные интонации на голосовых связках, они не примогут уже чувствовать себя. Ну, и правда, улыбки опять же. Конечно, и даже улыбки. И это определенный эффект. Когда ты приходишь в студию, ты садишься, наверное, то же самое испытывают все люди, которые получают удовольствие от своей работы. Ты садишься, и все, ты в другом мире. И тебе не нужно оттянуть и улыбаться. Ты делаешь что-то очень естественное. Очень естественное. Но тебе не нужно никаких психологических установок на тему того, что там люди не виноваты, твоя личная трагедия. Нет, это не требуется. Тебе просто с кайфом это делать. Просто не ради денег, не ради славы, не ради там каких-то достижений. Ты просто с кайфом это делаешь. А вот, думаю, все остальное, деньги, слава и подобное, они приходят просто вот как-то в бонусы. Если ты делаешь, это с кайфом. Ну что ж, и кайфа тебе, и, конечно же, кайфа радиослушателям, которые, ну, я надеюсь, что всегда будут слушать радио, и радио никуда и никогда не денется из нашей жизни. С праздником тебя, с днём, спасибо. Напомню, в гостях у меня сегодня была Ольга Славянская, радиоведущая программа «Городские встречи». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин